День защитника Отечества День защищаю Вот послушай В этот день, ровно 102 года назад Братские белорусские и российские народы Как всегда вместе гнили в окопах На кайзеровских фронтах Как же, как же Помню, все так в точности и было, малыш Гнили мы с дядей Вованом В этих кайзеровских окопах на пару Как рабы на галерах Кстати, надо ему позвонить Все-таки однополчанин Может еще и про углеводороды Договоримся по случаю праздника Я слушаю Алло, Вован Скажу тебе искренне и честно Как защитник Отечества Защитнику Отечества Поздравляю с нашим Профессиональным праздником А вы, Шура, тут при чем? Какое вы имеете отношение к нашему Исконно русскому православному празднику Красной Армии? Как какое? Мы же с тобой на кайзеровских фронтах Вот что, Шура, пока вы продолжаете артачиться с углубленной интеграцией Не будет вам никакой нефти, никакого газа и никаких кайзеровских фронтов И День Защитника Отечества мы вам за бесплатно тоже не отдадим Вот, Вован Вот же ж жук Мало ему углеводороду Так он меня раком ставит еще с Днем Защитника Отечества Наташа! Я здесь, товарищ Гарант Значит так Объявляй утреннее построение Всех моих охламонов из правительства Нам нужно срочно разработать свой суверенный День Защитника Отечества А от кого защитника? Так чего угодно Хоть от обосранных коров Или от орши в руинах Главное, чтобы народ в этот непростой для меня год Был жесточайше уверен, что я защитю Отечества От кого угодно Товарищ мой Меня поставил раком Мне нефти с газом больше не качнуть А он теперь еще меня мечтает Из Днем Защитника Отечества нагнуть Теперь Вован Его уже мечтает И с Днем Защитника Отечества нагнуть Ну ничего, ничего Мы этот День Защитника Отечества Быстренько импортозаместим Диверсифицируем И модернизируем Гениально! Забыл товарищ Как в окопах гнили Но не беда Еще раз повторим Дражды родные Будут жить, как жили С праздником вас, товарищ гарант! Спасибо, Клаудия! А вот скажи мне, с каким праздником? Как с каким? С Днем Защитника Отечества! Ну, это я и без тебя знаю А вот с Днем Защитника Отечества От кого конкретно? Или от чего? Ну, я знаю Может от позы раком? Ну ты, Клаудия, как всегда Нездержанная женщина Поза раком Это промежуточная поза Образовавшаяся в тот судьбоносный момент Когда я Отечество с колен поднимал Это, можно сказать, первый рывок К новым высотам нашего экономического чуда Ну, если к новым высотам То тогда вы Защитник Отечества От своих старых самолетов У смысла? Да про это уже все наше Отечество говорит Руководство Белоруссии Озаботилось покупкой нового Уже третьего по счету Борта номер один Для дорогого товарища гаранта Что касается самолета Которым сейчас пользуется Во время зарубежных визитов Глава государства Могу вас проинформировать Он давно выработал свой ресурс Сроки эксплуатации вышли Поэтому необходимость в новом самолете Объективно назрела Теперь вся страна В едином порыве Изыскивает столь необходимые средства На обновление авиапарка Любимого гаранта И всего делов-то Собрать каких-то несчастных Сто с небольшим миллионов долларов Поднажмем, товарищи Ну, это уже куда не шло Кстати, и про защитника Обновления резиденции Тоже нужно не забыть Старый борт Уже не тот Теперь новый самолет Нужен нашему гаранту Для хозяйственных хлопот Чтоб летал он выше дров И обосранных коров Чтобы сверху Все и сразу Было видно Будь здоров Боинг-джет Или гольф-стрим За ценой не поставим Ну а школы и полиции Подождут Не к спеху Товарищи новобранцы Заявляю как старший по званию Не бойтесь того, что парашют не откроется Ничего страшного Не откроется Придете на склад И вам дадут новый Ну шо, салаги Какие есть предложения По диверсификации И импортозамещению Для защитника отечества Докладываю Готовимся нанести сокрушительный удар По вражескому импорту В продаже Скоро появятся Белорусские подгузники Для взрослых Как обещают производители Эти подгузники Будут значительно лучше Мировых образцов И нахрена нам эти подгузники? Это всему нашему госаппарату На случай боевых действий Мы будем себя Увереннее чувствовать Правильно, Макей Тяжело в учении Легко в бою Надо только понять От чего Защищать отечество Может в этот непростой год Вакханалии Объявим день защитника выборов От иностранных наблюдателей? Правильно, Лида Но этого мало Нужно что-то глобальное Актуальное И жесточайшее Может объявим день защитника отечества От коронавируса? Разрешите доложить? Я уже про этот вирус Накропал пару строк Вот послушайте Китай малек подгадил миру Но белорусам хоть бы хны У нас есть свой коронавирус Бессменный недух всей страны Его симптомы знает каждый Стабильность диктатуры бренд Им заразились мы однажды И от него вакцины нет Ты, Микола, на кого намекаешь? Ты ж думай, что ты пишешь Извините Сейчас сделаю выводы И исправлю Им заразились мы однажды И выше счастья У нас нет Ну вот, Микола Уже лучше Можно сказать Почти живой классик Интересно Что там у Шуры за возня? Небось какой-нибудь День защитника отечества От углубленной интеграции? Нет От углубленной интеграции Он пока не придумал Как защититься Поэтому тренируется на защите От китайского коронавируса Да, кстати Как бы этот коронавирус И нашу Святую Русь Не заразил Как там в Минздраве? Меры принимают? Конечно Жалуются на низкие зарплаты Совсем оборзели Зато церковь С Божьей помощью Уже приняла ряд неотложных мер Чтобы оградить россиян От этого бесовского вируса Это как? А вот извольте лицезреть В магазине аэропорта Пулково В Санкт-Петербурге В продаже появилось фото Президента России Владимира Путина В комплекте с иконой Святителя Николая За разъяснениями Мы обратились К представителю аэрофлота Скажите Для чего предназначена Эта икона? По нашему мнению Из благословения Патриарха Кирилла Фото президента Путина И икона Помогут защититься От опасного коронавируса Благоверным россиянам Прилетающим из Китая А не проще ли было бы Отменить рейсы в Китай Как это сделали другие перевозчики? Аэрофлот Сохранит рейсы в Китай Потому что природа И скажу больше Сам Господь Бог Отрегулирует численность людей на планете И разберутся Кому в рай А кому в ад А зачем там еще И Никола Чудотворец? Для подстраховки Мы же в РПЦ уже приступили К разработке обряда По изгнанию коронавируса Главное Не забывать Причащаться Причащайся Если хочешь быть здоров Постарайся Позабыть про докторов И чаще ты Исповедайся Если хочешь быть здоров А в Совете Безопасности Иначе К нам полезней Освещенная вода От болезней Помогает нам всегда Перекрестись И всякий вирус С Богом сгинет Навсегда А за упокойные Антивирусные свечки Покупайте только В специализированных Магазинах РПЦ Товарищи новобранцы Только мы Военные Знаем Как остановить Кризис Надо категорически Скомандовать Кризис На месте Стой Раз Два Во время Планового Посещения Шкловского Завода Газетной Бумаги Товарищ Гарант Был потрясен Размером Среднемесячной Зарплаты Которая Составила 1043 Рубля Зарплата У вас Приличная Не знаю Куда вы Деньги Складываете А у меня Нет Даже Мобильного Телефона Таким Образом Обещание Гаранта Всем зарплату По 500 Свершилось На отдельно Взятом Предприятии Что выявило Проблему С дальнейшим Контролем За наличностью Белорусов Товарищ Главнокомандующий Защитник Отечества У меня Идея А может Будем Защищать Отечество От зарплаты По 500 Не понял Румас Глубины Твоей Экономической Фантазии Ну-ка Поясни Ну сами Посудите Если мы Не будем Знать Куда народ Складывает Свои Полученные По 500 То это будет Грозить Стабильности Во всем Нашем Отечестве Да Сначала Они наловчатся Пратать от нас Свои По 500 Потом Научатся Скрывать Свои Бюллетни Для голосования А в конце Концов И сами Начнут Прататься От досрочного Голосования И это В год Важнейшей Для нас Президентской Вакханалии Жах Предлагаю Название День защитника Отечества И его народа От зарплаты По 500 И от бюллетеней Для голосования А может Конкретнее День защитника Отечества От его народа Это будет Просто И понятно Каждому сотруднику Внутренних органов О Ну ведь Можете Когда захотите А то ведь Если этот народ Подпустить К моему Отечеству Он там Такого Наворотит Что Не дай бог И не приведи Господь Что это такое Что забудь Нам народ Достался Просто жуть От него Отечество Опять Защищать На минимум Лев пять Мой народ Просто Сброд Опять он Клянчет По 500 Не могу Больше Слушать Как он Там тяжело Живет Ведь Угле Водород Вован нам Больше не дает И в отечестве Нашем Стабильность Скоро Отомрот Я защитник Самый главный В отечестве Стабильном Вот защитник Самый славный Город Очень сильный А я Всех Защитю Отморозка Всех Мы с копом И прочую Сволоту Что спонсирует Европа Посадим Над расчетом А я Всех Победю Мой народ Просто Сброд Он просто Портит Кислород Я устал Уже Слушать Что он Тут тяжело Живет Товарищи Новобранцы Экономьте Гранаты Запомните Гранату Надо кидать Так Чтобы кроме Вас Убил Еще Хоть Кого Нибудь Глава Комитета Госдумы Российской Федерации По Госстроительству И законодательству Павел Крашенинников Сказал Что текст Конституции Российской Федерации После внесения В нее Поправок Сильно увеличится С точки зрения Объема Текст Наверное Увеличится На 50% Я условно говорю Сильно увеличится Но с точки зрения Главных вещей И с точки зрения Концепции Он остается Таким Какой он есть Предлагаю Внести поправку Что глава Госсовета Помазанник Божий И президент Слуга его Вот-вот И про Бога Триединого В Конституции Упомянуть не грех Владимир Владимирович Скандал будет Мы же везде Подчеркиваем Что Россия Демократическое Светское Государство А ты Димон Напиши так Слава Богу Россия Демократическое Светское Государство Гениально Еще напишите Что каждые Русские Православные Сапоги Имеют право Помочиться В Индийском Океане Однозначно Владимир Владимирович Может уже Хватит поправок Народ волнуется Про союзное государство Тоже может не поместиться Спокойно Димон Про союзное государство У нас будет Отдельный том Назовем его Обязанности Союзных Холопов Товарищи Гражданские Только мы Военные Знаем Как надо Правильно Голосовать На выборы Досрочно И до Опета Наш гарант Рулит Страной Пятый срок Подрат Но избраться На шестой Тоже будет Рад И не важно Что о нем Думает Страна Власть народа Хрен из два Она нам не нужна Она нам не нужна А если у ней Камгорачев Народ Попрод На улицу Ссылая Честных Выборов И прочай Ерунды Гарант Спасет Отечество Он Даст Приказ Замонов Они Узмахнут Дубинками Отвесят Чем Звезды Красиво Идут Центр Избирком Наш Гарант В Дрестах Живет Тут его Дворец Охраны У него Несколько Колец Там народцу Никогда Не достать Меня Даже в Майбахе Его Крепчайшая Броня Крепчайшая Броня А если в ней Камгороде Народ Попрод На Улицу Желая Повышения Каких-то Там Зарплат Гарант Спасет Отечество Он Даст Приказ ОМОН Овцам Они Взмахнут Дубинками Чтоб Счастлив Был Гарант Много У меня Резиденций Отступать Вам Некуда Позади Дрозды Отморозком Рты Заткнем Меньше Пусть Триндят Нам Стабильность Охранять Приказал Гарант Чтоб Его Покой Беречь В этом В этом Наша Роль Должен Каждый Человек Быть Взятым Под Контроль Быть Взятым Под Контроль А если В неком Городе Народ Попрёт На Улицу Желая Честных Выборов И Прочей Ерунды Гарант Спасёт Отечество Он Даст Приказ Омонов Цам Они Узмахнут Дубинками Отрещат Чем Чебя Сты Нита Сестричка Брось ты Эту Мурту Вытаскивай Меня Если Я Её Брошу То Как же Я Вас Вытащу У меня В том Все Результаты Выборов Подсчитаны Уважаемый Главный Пациент В связи С климатическим Потеплением Ваше Весеннее Обострение Переносится На лето И Совпадёт С президентскими Выборами Поэтому Рекомендую Заблаговременно Принять Успокоительное Чтобы ненароком Не пообещать Народу Чего-нибудь Лишнего Рекомендую 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 Рекомендую